На легчайшем весе, ladies and gentlemen, for rounds of Muay Thai for the IFMA, Light Flyweight Championship of the World. И в красный угол ринга добро пожаловать боец из Украины. Please welcome to the red collar from Ukraine, Александр Прокуда. Александр Прокуда, украинский спортсмен категории до 48 килограммов и в финале как раз-таки Прокуда будет боксировать со спортсменом из Таиланда. То впервые сегодня мы увидим бойца из Таиланда на чемпионате мира. Среди любителей, в принципе, очень сильная сборная всегда на чемпионатах мира приезжает из этой страны. И в легких весах, конечно, доминируют именно тайцы. А в синий угол приглашается боец из Таиланда. Please welcome to the blue corner from Thailand, Manus Sirakam. Манус Sirakam. Это спортсмен из Таиланда. Будет боксировать в сильнем углу. Но отличить спортсменов можно, конечно, не только по принадлежности. Но у него есть много отличительных моментов. Итак, боец в красном углу ринга. Fighting out of the red corner. Чемпион мира. Многократный чемпион Украины. World champion. Multiple Ukraine champion. Дамы и господа, встречайте из Украины, from Ukraine, Александр Прокуда. Александр Прокуда из Украины. Чемпион. Многократный чемпион Украины в этом весе. Чемпион лагеря Тор Питак Чай. Чемпионов Кэмп Тор Питак Чай. Дамы и господа, представляю вам, ladies and gentlemen, representing from Thailand, Manus Sirakam. Manus Sirakam. Чемпион одного из тайских лагерей. Честно говоря, наверное, я и не произнесу название этого лагеря. Но сейчас спортсмены будут обходить ринг. Это, в принципе, обычай. Древние тайские обычаи. Некоторые спортсмены еще и танцуют. Ну, на любительских турнирах танец мы можем увидеть крайне редко. Но вот обход ринга вокруг это регулярно происходит. Ну, пока обходят бойцы угол. Скажу, ринг скажу, что в полуфинале танец выиграл у Али Усаяна из России. Александр Прокуда был сильнее спортсмена из Казахстана. Колубаева Руана. Итак, ну вот мы как раз-таки видим то ли танец, то ли подобие танца перед боем. В исполнении Мануса Сиракама. Посмотрим, что же он нам покажет, потому что танец всегда отличается. И вот начинается как раз-таки Вайкру. Итак, если мы заговорили о тайландской школе Муай-Тай, конечно, представлять, наверное, тайландскую школу не нужно как таковую. Мы просто поговорим о спортсменах, которых мы сегодня увидим. До 48 килограммов Манус Сиракам сражается. Дальше будет биться также тайец. Рот Саронг Сансири до 51 килограмма. В категории до 54 килограммов против Андрея Зайца из Белоруссии будет сражаться тайландский спортсмен. В категории до 57 килограммов мы увидим тайландского спортсмена. В категории до 60 килограммов мы увидим спортсмена из этой страны. И в категории до 63,5 килограммов. До 67 килограммов и до 71 килограммов тайландские бойцы не смогли пройти... Не смогли пройти белорусских спортсменов. До 67 килограммов Андрей Кулебин в красивейшем поединке победил Терапона Ди из Таиланда. Того самого бойца, победившего Артура Кишенко на пекинских играх. А в категории до 71 килограмма Виталий Гурков был сильнее своего тайландского визави. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, начинается поединок. Мы слышим, что кого-то поддерживают зрители, только не могу понять, кого же. Ну и сейчас начнется бой. И, конечно, за бойцами из Таиланда по любительским правилам всегда смотреть интересно. Потому что боксируют они в такой, прямо скажем, нелюбительской манере. Но все равно, как правило, выигрывают. Ну, манеру спортсменов из Таиланда мы все хорошо знаем. О, давайте-ка мы сразу отметим, насколько крупнее прокуда. Насколько выше. Я думаю, что рост там прокуда выше, наверное, так сантиметров на 15, что для данной весовой категории очень-очень много. Готово! 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 Играет музыка. Так, ну и пока начинается бой, достаточно равный. Интересно, что же будет тайский предпринимать в этом поединке, потому что нужно что-то будет обязательно придумывать. Такая разница в габаритах. Я, честно говоря, впервые подобное вижу в категории до 48 килограммов вообще в легких весах. Обычно спортсмены ростом-то достаточно близки друг к другу, но здесь мы видим, что ситуация совсем обратная. Мне кажется, прокуда совершенно спокойно. С такими данными могу выступать в категории до 60 килограммов в более крупных весах. Очень высокий боец. Не могу сказать, какого роста прокуда. Мне кажется, что чуть ли не под 170. Завершается раунд. Ну, я думаю, что раунд равный абсолютно. И поднимать руки тайландскому спортсмену, в общем-то, сейчас пока не стоит. Преждевременно. Это еще нам с вами смотреть 3-2 минутных раунда. Там все может поменяться. Может быть, есть пока небольшое преимущество по ударам у Мануса Сиракама, но оно небольшое разве что. Итак, второй раунд Александр Прокуда и Манус Сиракама. Ну, вот мне интересно, что будет, если до клинча дело дойдет. Все-таки в клинче с такими высокорослыми бойцами, как Прокуда, боксировать тяжело. Да, точнее, даже не то, чтобы боксировать, а бороться. С другой стороны, тайландские спортсмены, как и всегда, в клинче доминируют. Клинч, колено закончено! Клинч, колено закончено! Ну, ты хочешь, колено закончено! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вот мы видим сейчас первые, в принципе, попытки клинча в этом бою, но они обоюдно неудачные. Не совсем непонятно, почему прокуда не пользуется своими габаритами. В принципе, мы видим, что таяц вроде бы с одной стороны боксирует на нужной для прокуда дистанции, с другой стороны на этой дистанции он прокуду пока не то чтобы переигрывает, но не проигрывает уж точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, второй раунд. Здесь уже Александр Прокуда похуже, мне кажется, выглядел, чем Манус Сиракан. Прокуда выглядел по-хуже, чем Манус Сиракан. Манусу пришлось... Ну, попроще в этом раунде, во многом, наверное, потому что, мне кажется, все-таки... То есть, что-то нужно поменять Александру. Выскорослые спортсмены, в принципе, конечно, в тайском боксе прямо скажем доминируют перед теми, кто ростом пониже. Да, потому что есть вид спорта такой для высоких, что называется, клинч. В клинче высокие бойцы себя хорошо чувствуют, на дистанции хорошо. Ну, а на средней дистанции как раз-таки не очень часто бои и происходят сами по себе. Третий раунд. Раунд три. Третий раунд. Ну, все никак, мне кажется, не раскачаются, что ли, спортсмены. В неторопливой манере все это проходит. Тайцы, конечно, в таком стиле биться привыкли. Стоять на дистанции и наносить удары. Пусть редкие, но достаточно сильные. То есть, обычно тайцы, если проигрывают, то проигрывают довольно к намповым спортсменам. Все заходи, скорее. Третье. Третье. Раунд завершён. Раунд завершён, я считаю, не в пользу Александра, по крайней мере. Александр Прокуда представляет сборную Украины в этом бою. И мы, конечно, в любом случае болеем за Александра в данном поединке. Но пока что-то не так идёт, на мой взгляд, в его случае. Потому что антопрометически, если посмотреть на данные спортсменов у Прокуда, данные куда лучше для тайского бокса, чем у соперника, Мануса Сиракама. Но пока вот мы видим, что не получается у Александра захватить инициативу, много пропускает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мы видим? Четвёртый заключительный раунд. Начинается, вы посмотрите, скручивает, тается Александра сейчас. Очень грамотно делает, грамотно ловит Прокуду на противоходе. И видим, что скрутка и хороший подспорья к победе этим получает бойцы с Таиланда. И смотрите, в кличе, несмотря на превосходство в росте у Александра, ничего не получается по-хорошему серьезного сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, ну вот сейчас, наконец, начинает рыбать дистанция. Прокуда, но времени слишком мало было до конца этого боя оставалось. И, конечно, поздно вот тактику сменил Прокуда в своих действиях. Но я считаю, что был посильнее все-таки Манус Сиракам. В этом поединке, объясню свое мнение, в принципе, тактически Сиракам переигрывал. Нашел он слабые стороны, слабые места в обороне своего соперника. В то же время Александр Прокуда все-таки не смог подстроиться. Хотя у него было, конечно, преимущество, преимущество в росте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, бой завершен. Мы видим, что сейчас будет оглашаться судейское решение в этом поединке. Обратите еще раз внимание на рост спортсменов, насколько Александр Прокуда крупнее Мануса Сиракама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Манус Сиракам становится чемпионом мира по тайскому боксу категории до 48 килограммов. Ладно, из самых легчайших и самых категорий в тайском боксе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА